В июле этого года Брестскому дорожно-эксплуатационному предприятию исполнилось 45 лет. За это время число его сотрудников выросло с 50 до 300 человек. Вместе с этим увеличились и объемы работ. Все, что мы видим в городе, это их рук дело. Конечно, в лучшем смысле слова. Работы много, работа предприятия не простая, ведь она проходит как в зданиях, так и на улице. А ее условия, например, погодные, часто не радуют. Например, как сейчас, в знойную жару в цехах температура растет крайне быстро. Для руководства предприятия огромную роль играет безопасность условий труда своих работников. Чтобы не допустить перегрева, в первую очередь перегрева, потери какой-то здоровья. Ну, с этими целями, конечно, все участки в обязательном порядке мы снабдили бутилированной водой. Также после каждого часа, где-то 10-15 минут, в зависимости от температуры, у людей перерыв. Где они могут где-то отдохнуть, посидеть, но работы не прекращаются, потому что прекратить невозможно, конечно, на такое длительное время. Поэтому стараемся, в первую очередь, конечно, обеспечить людей, чтобы не было каких-то проблем. Инспекторы труда Белорусского профсоюза регулярно проводят проверки и мониторинги работы предприятий. Соблюдение ими всех условий охраны труда, результаты которых в дальнейшем рассматриваются на заседании Президиума областного комитета профсоюзов. Обращаем внимание на обеспечение средствами индивидуальной защиты работников, на безопасную эксплуатацию оборудования, на обеспечение работников санитарно-бытовыми помещениями, выплаты работникам по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда. Ну и если говорить про нынешний сезон, работа в неблагодарных температурных условиях, то есть повышенной температуры, где тоже этот вопрос нами постоянно отслеживается. Отслеживается в каком плане, чтобы были предусмотрены дополнительные перерывы, предусмотрено смещение рабочего времени, если необходимость, вернее, возможно такое сделать, обеспечение рабочих мест водой. Ну и чтобы это было предусмотрено в локальных правовых актах, то есть или в коллективном договоре, или в правилах внутреннего трудового распорядка, чтобы было это в законе. Вместе с этим на Брестском дорожно-эксплуатационном предприятии всегда работают два специалиста по охране труда и 17 общественных инспекторов по охране труда в каждом структурном подразделении. Они ведут каждодневную непрерывную работу, результаты которой радуют. На предприятии с 2015 года не было выявлено несчастных случаев и профессиональных заболеваний. Самое главное в нашей работе – это организация охраны труда, и главный принцип – это не проходить мимо даже мелких нарушений. Предприятие большое, разноплановое, выполняет различные работы, поэтому нужно, во-первых, знать самому много и, соответственно, требовать от подчиненных, от мастеров, от работников неукоснительного выполнения всех требований. Если выполнять все требования и соответственным образом обеспечивать, согласно законодательству, рабочие места, то и в минус 20 можно работать, и в плюс 30. То есть человек должен быть обеспечен как спецодеждой, водой, возможностью отдохнуть, соответственно, возможность обогрева в зимнее время. Мониторинги температурного режима на предприятиях Бреста техническими инспекторами профсоюзов будут продолжены.